Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова завуалированная, закамуфлированная отправка на войну. Совершенно верно. Я думаю, что им не просто предлагают написать заявление по отправке на родину. Я думаю, что им предлагают альтернативу. Либо одно заявление, либо другое. Либо мы идем на фронт, либо мы отправляемся назад. А надо еще понимать, что они не все говорят по-русски. Я сама сталкивалась с тем, что люди, которые из этих стран, они или вообще не понимают русский, поэтому, извини меня, когда тебе дают что-то подписывать, ты даже не знаешь иногда, что ты подписываешь. Тут вообще человека могут отправить потом куда захотят. Мы знаем, кстати, такие случаи не про заключенных даже, а про каких-то людей, которые заключали контракт. Ну иностранцы там было дело, одного вынимали. Обязательно, ты заключаешь контракт, тебе говорят, ну ты будешь в тылу там, не знаю, поваром. Оказывается, тебя навезут напередок. Надо сказать, что это любимое такое объяснение, что ты поедешь поваром. Ведь ровно то же самое было на прошлой неделе, когда вот наш политзаключенный из Иркутской области, да, парень, который был осужден за приготовление госизмени, думаю, что приготовление, вот то, что называется статья 30-я, да, и позволило его отправить. Потому что не чистая госизмена 275-я, а через 30-е приготовление на 10 лет умственно стал и парень, ему тоже предложили поваром. Вот типичная совершенно вещь, не будет он, конечно, никаким поваром, да, разумеется. И здесь, да, то же самое. Надо сказать, я помню случай, это, наверное, было все-таки конец 22-го года, четверо выходцев из Кыргызстана в ИК-6 Мелехова в колонии в село Навального, тогда там сидел как раз. Родители к нам обратились, детей вербовали на войну, вот таким же образом, точно таким же образом. И давайте их не отдадим, давайте, давайте попробуем их не отдать, давайте. Только давайте мы все-таки спросим детей, будем бороться или нет. Они два дня думали. Нет, они уехали. Слушай, а вот ты говоришь, что им предлагают вернуться на родину или пойти на войну. Мне-то казалось, что вернуться на родину может быть лучший вариант, но получается там тюрьмы еще хуже, чем в России, или там еще хуже, чем на войне, или что? Поясни, пожалуйста. Надо смотреть, надо смотреть, потому что для, например, выходцев из Туркменистана лучше, безусловно, сидеть в России. Вот точно совершенно лучше сидеть в России. А вот Кыргызстан, Узбекистан зависит от статьи. А правовые основания-то, собственно, вот этого, это что такое? Я все пытаюсь понять, какие правовые основания отправить человека отбывать на родину? Что-то разве есть законодательство? Ну, в принципе, депортация, да, депортация возможна. Депортация, возможно, не всегда. По уголовному... Далеко не всегда. Да, и всегда люди этого добивались годами, десятилетиями отбывать наказание на родине. А тут вдруг такое. Тут вдруг такое. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет все-таки об отправке на войну или угроза по каким-то определенным статьям, например, связанных с половой неприкосновенностью, отправить на родину. Вот там, да, вот с этими статьями, там и в русской тюрьме не сладко, например, а там-то так... В общем, все. Оля, а у меня еще была версия, что, может быть, освобождают тюрьмы для украинских заключенных, которых Сталина становится очень много. Нет такого? Ну, ты понимаешь, что дабы не застали бы закрывать действующие колонии. Собственно, 53 штуки закрыты в этом году. Уже закрыты. Они пустуют, их закрывают. Вы в деле Свердловской области колонию даже торжественно сожгли по акту, да, что вот все. А еще одна версия, что это может быть сделано, чтобы не было вот этих бунтов и прочих моментов, которые мы недавно видели в колонии. Тоже возможно. Я думаю, что здесь вот этот вариант тоже очень возможен. Я даже вчера прочитала в пресс-релизах Гуфсинов, что я впервые такое увидела. Я забыла сейчас область, что где-то там открыта торжественно молельная комната для мусульман. Очень хорошо, кстати. Я такой первый раз увидела. Обычно все... Но неожиданно. Да, внезапно, внезапно. Обычно все закрывают. А тут был такой пресс-релиз, что ми-ми-ми, вот здесь бантик, здесь тоже будет бантик, а вот здесь Коран. Я еще хотел спросить про планы генпрокуратуры, которые никто не понял, но многие сполошились. Насчет того, что будут пересматриваться дела о реабилитации жертв политических репрессий, вот. И сначала, естественно, звучит так себе, особенно в нынешнем мире. Потом как-то у правозащитников поспрашивали, и они говорят по тем статьям, по которым они хотят пересматривать, там и так не выносились реабилитации. Ты что-нибудь поняла из этого? Нет, ну да, я так поняла, что вот все, что творится вокруг памяти, все-таки это такое ощущение, что у них по-прежнему это борьба с мемориалом. Мемориала в России уже фактически нет. Остались для точеки сопротивления, мемориал переехал, то есть мемориал, конечно же, в Россию вернется, и все будет в конце концов невозможно, чтобы... Они по-прежнему борются с памятью. Это как с табличками последний адрес, от того, что они убрали табличку, что-то изменилось. Ну, вообще, конечно, изменилось, очень многое изменилось. И здесь то же самое, что, знаете, память бывает разная. А вот бывают такие вот репрессивные... Вот вы стоите, вот, кстати говоря, скоро уже, в октябре, да, пойдем к камням преткновения, к камням памяти читать имена. А вот, между прочим, не все так однозначно. А вот вы там читаете, а вот, между прочим, некоторые из них такие были. Многих за дело посадили. Да, да, да. Нет, без огня, между прочим. Вот это вот все, конечно. Спасибо большое, благодарим Ольгу Романову, исполнительного директора организации «Русь сидящая», и ведущую этой программы «Русь сидящая». И ведущую «The Breakfast Show». Безусловно, «The Breakfast Show», которое мы ждем в октябре здесь. Спасибо большое, Оля. Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова